С ним уже два раза попрощались, казалось, навсегда. Неожиданно он может вернуться к жизни. Мы говорим о Лепайском металлурге. Турецкая компания купила часть территории, принадлежащей государству. Планирует восстановить производство. Однако сделка может сорваться. Еще один владелец территории, Лепайская специальная экономическая зона, уже живет новой жизнью и не хочет возвращаться к прошлому. Можно ли войти в одну реку трижды? Мое личное дело. Три знаменитых трубы Лепайского металлурга. Когда-то была легенда, что стоит им только перестать дымить, как город умрет. А сейчас в Лепой не до конца уверены. Хотят ли они, чтобы печь заработала снова? Уже восемь лет мы уже привыкли жить без металлурга. Довольно так сильно поработали, чтобы привлечь новые инвестиции, новые проекты, новые заводы. Сейчас в Лепай строится много заводов. За последние годы 11 новых заводов построено. Тоже в территории Лепайского металлургса. Уже безработица тоже снизилась. Но мы уже видим, что Лепай может жить и без металлурга. Может жить новой такой жизнью, более современной. Три трубы перестали дымить лет 10 назад. Была модернизация производства. Старую мартеновскую печь заменили на современную. Электрическую запустили, но ненадолго. В 2013-м завод обанкротился. Довольно быстро, практически по горячим следам, его купил украинский инвестор. В названии Лепайс Металлургс впереди появилась приставка КВВ. В 2016-м печь запустили снова, но проработала она еще меньше. Неполных две недели. Производство встало, завод закрылся во второй раз. Это был, я бы даже сказал, более такой психологический удар городу, чем после первого раза. Потому что были люди, которые бросили свои работы, где уже они успели устроиться. Пришли работать обратно в Металлургс, надеясь, что он будет опять работать. Но за пару недель все остановилось. В 2019-м часть территории купила Лепайская специальная экономическая зона. Ту, что закрашена фиолетовым цветом, 60 гектаров. Зеленым — собственность Лепайского самоуправления. А желтым, то есть самый центр вместе с печью, принадлежит государству. Сиафелм — это дочерняя компания посессора, ну или по-старому — агентство приватизации. Тогда же вместе с правительством было решено. На месте Металлурга, недружелюбного для окружающей среды, появится индустриальный парк. Зеленый — инновационный. За два года на территории успели построить два завода. Еще два портовых стивидора здесь хранили свои грузы. Нарисовали план развития с новыми улицами под новые производства. Но на прошлой неделе Фелм сообщает. Они продают свою часть турецкой металлургической компании. Печь может заработать в третий раз. Лепайская специальная экономическая зона ЛСЭС к этому поворотам не готова. Говорят, это им портит все планы. Черный металлург распугает всех зеленых инвесторов. И тех, кто уже пришел, и тех, кто еще только собирается. Соседство невозможно. Если два-три года назад такой средний проект инвестиций был где-то 5-10 миллионов евро, сейчас мы уже работаем с проектами где-то 20-30 и даже больше миллионов евро, которые здесь бы хотели зайти вот этой территории. Так что я вижу, что будущее как бы хорошее. Да, без печи. Надо только сделать это все вместе и без печи. Турецкая компания обещает 400-450 рабочих мест по началу. А когда наберут обороты, до тысячи. ЛСЭС заявляет, индустриальный парк даст городу еще больше – 3000 рабочих мест. Сделка с турками под вопросом у ЛСЭС право первой руки на имущество Фелм. Не исключено, специальная зона будет выкупать комплекс. Сейчас ждут официального заявления от Фелм, но Фелм упорно молчит. От дополнительных комментариев журналистам также отказываются. В самом же городе мнение жителей, возвращать ли все обратно, разделились. Первый страх потерять Металлург прошел. Все люди переквалифицировались. План приведения территории в порядок выглядит очень, очень хорошо. Плюс начали строить новые производства. Уже что-то построили. Много новых производств построено. Там много рабочих мест. Не хотелось бы, чтобы опять пошел черный дым. У меня муж в Шотландии, да. То есть он работал на Лепестском Металлурге? Да, он работал на Лепестском Металлурге. Ему пришлось уехать? Ему пришлось уехать. Заработка не было. В 2008 год и пошло. Не было заработка. Тяжело в семье было? Ну, конечно, семья практически развалилась. Я тут, он там. Там установили печки, которые экологически чистые. Вложили в деньги, а потом его закрыли. Конечно, я хочу, чтобы город процветал. Редактор субтитров А.Семкин